Сотрудники МЧС спасли двух пенсионеров на пожаре. ЧП произошло накануне днем. Горела пятиэтажка на Ульяновской. Хозяина и его жена огнеборцы вывели на свежий воздух и передали медикам. В госпитализации они не нуждались. Огнем повреждено имущество в комнате, закопченный стены, потолок в квартире. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В стране стартовала республиканская благотворительная акция в школу с добрым сердцем. Волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей к новому учебному году. Помощь к школе получат дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Инфляция в Беларуси до конца 2020-го не превысит 5,3%. Такие прогнозы озвучил председатель Нацбанка Павел Калаур. Он отметил, в ближайшее время дефицит бюджета начнет плавно сокращаться. Этому поспособствует и восстановление экономической активности предприятий после периода пандемии, а также снижение объемов бюджетного стимулирования. В Пинском районе организуют соревнования по рыбной ловле. К участию приглашают как опытных, так и юных рыбаков. Состязания пройдут в субботу на водохранилище Горного. Обеду отпразднует тот участник, который за три часа добудет самый весомый улов. Беларусь и Казахстан возобновляют авиасообщение. Первые самолеты из Минска в Алматы и Нур-Султан отправятся уже на следующую неделю. Сейчас планируется по два рейса в неделю. Далее чистоту полетов увеличат.